Надо всеми возвышаются наставники. Они создадут проблему и наставят на пути ее преодоления. Передадут самые ценные знания, ничего не требуя взаимен. Ого! За все это время сколько комментариев! Кто за, а кто против? Сомнения, размышления. Главное равнодушных нет, а это уже достижение. Ведь как оно? Наш народ ничем уже не удивить. А у вас вышло мало фильмов, ну совсем, совсем, для подумать. Вот, ждем продолжения, очень ждем, а вы пропали. Это вы пропали, а мы никуда не пропадали. Мы прорываемся всем смертям на зло и обвеществляем идею, пока два миллиона зрителей заняли позы ждунов. На диванах лежали, вставать не хотели. После полного выпуска цикла трилогии, возможно ли надеяться на смещение вами акцента в сторону выпуска книг? Те, кто пытается попасть в статус свои, вам были бы наверняка благодарны за книгу. Да, выпуск фильмов ни при чем. Время от времени думаю над вариантом выпуска книги. Есть и плюсы, и минусы. Для написания книг, в отличие от кино, не требуются ресурсы. Но и результат намного слабее. Три человека прочтут и весь результат. С другой стороны, изложенная в формате книги – это основа и фундамент. В общем, пока не определился, нужно или не нужно. Возможно ли прочитать изначальный сценарий первой части? Изначальный сценарий писал исключительно для себя. Содержит множество пометок, привязок, клякс и костылей. Он не имеет формата оформленного произведения, значит публиковать нельзя. Будущий фильм по роману Ивана Ефремова «Час быка» – это как продолжение трилогии «Замысел»? «Час быка» – это как концептуальное продолжение, не сюжетное, вписывающееся в цель. То есть при помощи «Часа быка» можно выдать наглядный образ будущего. Могу ошибаться, но по-моему режиссер вдохновлялся идеями и концепцией общественной безопасности. Кобовцы тоже говорили, что мир будущего будет выглядеть как в романе Ефремова «Час быка». Нет, совершенно не вдохновлялся идеями Коб, но с выступлениями генерала Петрова знаком. Чем больше пытаюсь понять из фильма, тем больше не понимаю ничего. Попробуйте не рассматривать детали фильма, а окинуть единым взглядом целиком. Что-то вроде взгляда на стереограмму. Нужно на все смотреть пятнами, без подробностей, иначе ничего не увидишь. Солнышко светит, желтое пятнышко. Травка зеленеет, зеленое пятнышко. Понимаешь? Все проще. Почему все так сложно? Почему не сказать все прямо? Зачем эти загадки? Это только отвлекает человека от действительно важных действий. Только время зря теряем на разгадку посланий. Если все сказать прямо, вы прослушаете и над собой ничего не сделаете. Нет цели растолковывать. Есть цель запустить зубчатые колеса в головах. Разве где-нибудь, хоть где-нибудь, написано Бог это добро? Нет, не написано. А что же написано? Что кричит с каждой страницы во все голоса? Бог есть любовь. Бог не добро, оказывается? Ну вот, приехали. Между тем, и силами зла, и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Но мы так. Помогаем по мере сил. А добром и злом управляет некий Деница? Что за оккультизм? Зерна от плевел от сетьбы. Много чего еще окажется, чего и представить не можете. Это если правда нужна. А так, в царстве лжи, можно с комфортом оставаться в навязанных вам знаниях. И никто не видит, что кроме влево, вправо, прямо, от камня есть еще два пути. Вниз и вверх. Но это уже восьмеро воззрений, а не идеологи. Двигаться вверх – это построить новое для всех? Или туда двигаться одному и оставить этот мир в деградации и самоликвидации? Нет. Судя по комментариям, зрители совершенно не поняли аллегорию о путях вниз и вверх. Все, абсолютно все поняли это, как мы хорошие, мы на пути вверх, к духовному. А они плохие, они идут вниз. Это совершенно не так. Есть четкое разумное объяснение. Оно будет в виде странного формата фильма. В фильме говорится о силах, которые играют между собой. Но в реальности я вижу общемировой процесс деградации и расчеловечивания. Весь мир под чьим-то общим контролем. Если вышний ярус настолько могуществен и управляет при помощи смыслов, зачем тогда человеков при помощи СМИ превращают в скот? Зачем скрывать замысел? И почему его не показать людям? Много намеков и догадок, и никакой конкретики. Достаточно ответа на третью часть вопроса. Мы играем в карты. Зачем скрывать карты и показывать их друг другу рубашкой? Давайте играть открытыми картами. Что ж это за игра будет? А что за буква М в правом углу? Это же один из масонских знаков. Нам устроили очередную ловушку? Буква М. Это последняя буква логотипа Донфильм. Им нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Видишь кошку? Я вижу. А ее нет. Видишь вокруг смысла? Я не вижу. А они есть. Дмитрий, на ваш взгляд у мироздания божественная метафизическая основа или программно-дарвинистская? Без вариантов. То, что вы назвали божественное метафизическое, просто используя другие слова, но суть не меняется. Дарвинизм – чрезвычайная глупость, однако введенная для дела. В интервью вы сказали про русских богов. Вы язычник? Нет, конечно. Не являюсь адептом никаких религий, в том числе атеизма. Ислам есть истина. И все. Принимайте ислам. Кайтесь, пока солнце не взошло с запада. Еще не поздно. Поздно будет, когда солнце на западе взойдет. После этого явления врата покаяния будут закрыты. Ислам, товарищ зодчий, это не ловушка, а выход из нее. И вы никогда не создадите то, что создал Аллах, свят он и велик. Вы там в своей истинной яме и кайтесь, и читайте. Тут не место для проповедников, миссионеров. Автор придумал много смыслов, чтобы продлить бессмысленное. Сатана предложил Христу превратить камни в хлебы. Христос отказался, а автор попался. Жаль. Скушайте на ночь про сфорку. И лучше думайте, куда вы попались. Обо мне не нужно. На жалость больше дави. У этих сострадания хорошо развито. Они мученикам любят. Ведь у вас, христиан, так принято? Зарабатывать билетики в рай для себя, а остальных на муки вечные. У нас не так. У нас только все вместе. До единого. Как вы относитесь к Карлосу Кастанеде, Вадиму Зеланду и Владимиру Мегре? Полностью не читал ничего из указанных авторов. Лишь мелкие цитаты Кастанеды и Зеланда в сети. Насколько можно оценивать по этим мелким цитатам, Кастанеда весьма близок. Хотелось бы прочесть, но времени нет. А как насчет Виктора Пелевина? Читал фрагменты. Весьма близок. Творчество Вадима Демчога и Ивана Ахлобыстина тоже близки вам по духу? Демчог однозначно. Дмитрий, вы говорили про советские фильмы, так чувствую, что с одобрением. А близка ли вам музыка золотого века советского кинематографа? Алексей Рыбников, Эдуард Артемьев? Однозначно, да. Только первым композитором назвал бы Александру Пахмутову. Дмитрий Зочи, у тебя есть психологическое образование? Нет. И другого такого, что принято называть образованием, тоже нет. Автор называет себя Зочи, но наталкивает на мысль, что по профессии он архитектор. Такое мог создать только архитектор. Это круто брать на себя многое. Нет, у меня нет профессии. Но это не мешает прямо сейчас разрабатывать архитектурный проект здания киностудии. Если есть ключи, нет неподдающихся дверей. Как мы могли поиграть? В чем нас переиграли? В кастах. Что? Не вы ли заменили касты вымышленными классами? Буржуи и пролетариаты. Противник нашел зияющую дыру, вытянул нужные смыслы, перемешал символы и разнес ваше кастовое поле. Что такое касты? Что определяет принадлежность касте? Возможен ли переход? Касты – это изначальные настройки человека. Что определяет принадлежность касте – это более долгий ответ. Переход в рамках одной конкретной жизни невозможен. Все перевернулось с ног на голову. Рабочие стали завидовать дельцам и захотели жить в изобилии роскоши. Дельцы решили, раз они всех кормят, то и управлять должны они. Воины скатились до уровня дельцов и променяли почет и славу на торгашество. А жрецы? В любой войне, если противник умен, в первую очередь ликвидируют жрецов. А у вас так и произошло. Кого-то убили, кого-то купили. Оставшиеся единицы забились в щели до нужных времен. Извечный вопрос – что делать? Поймите замысел. Расставьте символы правильно. Наведите порядок в кастах. Каждый должен быть на своем месте. Рабочий трудится и растит детей. Делец питает и распределяет. Воин защищает и управляет. Жрец разведывает и сообщает. Вот и все. Как жрецам донести то, что они выведали? Кто их будет слушать? Никто не будет слушать. Жрец не дожидается внимания. Он сам все устраивает необычным образом и притягивает внимание. Как побороть страх быть не таким, как все? И особенно страх неизвестного? Да чего ж тут бояться? Каждый и так не такой, как все. Нет двух одинаковых. У каждого свои уникальные настройки. И бояться ничего не нужно. Страх чуть ли не самое глупое, что может быть. Война нормальное состояние мира. Привыкнешь. Без войн мы бы давно вымерли все. Как это? А вот так это. В мирное время мы жрем, спим, все в норку тащим. Главное перестаем чувствовать вечность и превращаемся в свиньи. А лечиться о свиньи не только войной. Совершенно дикий эпизод про войну, как средство от освинения. Это все равно, что от головной боли или насморка предлагать гильотину. А кому не хватает остроты чувств, чтобы не оскотиниться, может лазить в горы, прыгать с парашютом, опускаться под воду, но лично не подвергая риску других. Желание тепличных условий вполне понятно. Но как побываете в состоянии войны? В раз мнение изменится. Про войну не согласен. А откуда вы знаете, что без войны будет так? Без уже так. Оглянитесь. Автор предлагает выбрать любовь к войне. Нет. Подойти к этому действу творчески, с размахом, в каждую дверь, туда, где не помазана кровью Агнца. Нет. Автор предлагает стать хотя бы немного разумнее, чтобы как минимум написать ахинею про любовь к войне. Вопрос в другом. Наступит ли Новый год? Так все-таки, наступит ли Новый год? Конечно, наступит. И этот, и следующий, и много других. Новые года наступают, не обращая внимания на грозные пророчества концосветников. В фильме этот вопрос совсем о другом. Он волнует одного из персонажей и обращен к определенной части общества, для которой каждый год может быть последним. Какова роль Элиазара в фильме «Замысел»? Элиазар – это совокупность тех, кто не жалуется, а знает, что и как нужно делать, чтобы вырулить из положения. И в итоге сделает, несмотря на стада мешающих и ноющих. Мое личное ощущение, что один из ключей к пониманию этого фильма – это Леонид Андреев. Это и есть Элиазар. Какое портретное сходство. Посмотрите на фото Леонида Андреева. В одной сцене он быстро пишет. Он же писатель. Писатель, который умер, не успев закончить роман «Дневник сатаны». А может, там он заканчивает его? Про него написано, что он, как писатель, незаслуженно забыт, спрятан от идущего в пылесос. А я пыталась заглянуть. Стала читать его произведение. И что? В рассказе Иуда Искариот четко дается понятие «своё». Вы забыли, что кроме «моё» и «наше» еще есть «своё». Совместное бытие, общинное устройство, артельный принцип производства. Круговая порука. За вину одного отвечают все, но и все разделяют успех каждого. Не лживое «наше» и уродливое «моё», но гармоничное «своё». Это только одно, я под впечатлением. А последний, незаконченный роман «Дневник сатаны». Там есть понятие «рычага», о котором говорит Элиазар в фильме. Только в книге этот рычаг в другом ключе. Очень прошу, коротко, да или нет, я туда иду. Дмитрий, скажи нам своё понимание знака «Знамя мира» по Рериху, который выложил на земле дозорный. В символьном видении круг – это всегда трансцендентное. Треугольник – это гармоничное устройство. Как знак мировоззрения пути, показанного в фильме. Как путь через камень вверх. У нас же только одна дорога. Через камень. Вверх. По тонкому канату. Пока этого пути никто не видит. Знак противостоящего мировоззрения. Путь вниз. Это круг внутри треугольника. Или образная вариация глаза в треугольнике. Противник ушёл вниз. И потащил за собой. Идти вниз комфортно и сытно. Почти все туда рванули. То есть треугольник в круге и круг в треугольнике. Вроде бы мелочь, но разница глобальная. Насчёт Рериха, повторюсь, что ни знаки, ни символы не принадлежат никому. Рерих сделал знак известным. Не более. Однажды Горичи снял фильм. И даже сам не понял, что снял. Скажите, пожалуйста, вы изложили в фильме своё понимание или наоборот непонимание? Не первое, не второе. Изложил понимание, но не своё. Значит, вы, Дмитрий, исполнитель чужой воли, если излагаете в проекте не своё понимание? Нет, не чужое, но и не моё. В смысле, это не я придумал. На самом деле, моё или чьё-то понимание не имеет ни малейшего значения. Потому что это понимание пользователей. Важно лишь понимание разработчика. И да, я предельно точно отдаю отчёт о каждом слове и звуке фильма. Никаких Гай Ричи. У любой штуки есть разработчик. Что уж говорить о такой штуке, как мир. И в любой разработке есть пользовательский интерфейс. Красивые заставки, динамика и тому подобное. А есть интерфейс разработчика. И там не так красиво. Там по делу, коды, управление. Но там суть. Дмитрий, скажите, пожалуйста. Наш мир – это реальность или всё же матрица? Не употреблял бы чужой намеренно введённый термин «матрица». Данный конкретный мир или действительность, или объективная реальность – есть пользовательский интерфейс операционной системы. Всё, что видно по одну сторону экрана. А по другую сторону – интерфейс разработчика. Есть кто живой? Дмитрий Зочи, матрица – это матрица. Нет ничего чужого. Всё наше, только в разных руках. Вам ли об этом не знать? Это притягивание за уши от пастухов буквопереворачивателей. Чужое не потому, что из другого языка, а потому, что за этим термином спрятали растяжки. Дежавю – это глюки системы? Глюки невозможны. Операционная система идеальна. Точнее было бы назвать сигналами от себя оттуда, себе сюда. В интернете много информации об экзокортексе и разных изощрённых способов внедрения в подсознание и сознание человека. Это тоже далеко от истинной картины реальности? Это как раз недалеко от реальности, действительности. Это далеко от того, как на самом деле. Действительность, то, что видится, слышится, ощущается на вкус и тому подобное, это то, что показывается, то, что находится на стороне пользователя. Пользовательский интерфейс. По другую сторону экрана – интерфейс разработчика. Нет действительности, там так, как на самом деле. И эти два интерфейса здорово отличаются. Также здорово, если бы пользователь повёлся на рассказы про гавахи, рептилоидов, комитет 300. Значит, пользователь увлечён и верит в действительность, играет в игру самозабвенно. Поэтому ничего страшного, если пользователь мусульманин, или православный, или коммунист, или свидетель гавахов проклятых. После таких интервью становится более отчётливо понятно, что есть силы, которые управляют умами людей. Но эти силы не являются людьми, а зачем-то выдают себя за людей. То есть, под существованием Дмитрия Зодчева, как человека, можно поставить жирную точку. Он виртуальный. А до кучи и весь канал попадает лишь под статус электронные силы, которые для какой-то цели себя скрывают и выдают себя за живого человека. Хотя никаких доказательств существования Зодчева или автора «Колыбель души» я не увидел. Непонятно одно, как вообще можно предположить эту нелепость про нейросеть. Ладно, была бы повесть или роман, кто-то написал в тишине и всё. Но здесь кинематограф, мне кажется, придумывающий такие идеи, совершенно не думают. Полсотни актёров, постоянные пересечения с другими людьми. Им всем режиссёр подставал в виде облачка или невидимой нейросети с кучей проводов. Не укладывается, как возможно снять фильм, не контактируя хотя бы с актёрами. Нейросеть снимает все фильмы. Актёры все электронные. В симуляции возможно всё, и это не нелепость, а здравая осознанная действительность. Но непризнание очевидного для автора подталкивает к диспуту людей. Проверка на отстаивание своей точки зрения игроков, провоцирование в хорошем смысле этого слова. К анализу всего происходящего, для чего и создавался замысел. Всё-всё, понял. Передам актёрам, что их не существует. Общине с ребятами, игры в конце концов. Вчера они играли в плюшки. Как это? Кто дальше плюнет? Я давно подозреваю, что этот мир является ничем иным, как курсовой работой студента-троечника в школе богов. Напрасно вы так. Троечники создают как раз простые миры, где всё скучно, справедливо и предсказуемо. А тут, в царстве лжи, всё крайне запутано и приходится серьёзно потрудиться, чтобы распутать и добыть правильное. Трудно назвать автора данного конкретного мира троечними. Есть кто живой. Есть кто живой. Всяких полно. Живых мало. Чего так кричать? Как вы относитесь к различным психоделическим веществам, а именно ЛСД, ДМТ, псилоцибин? Власть имущей приравняли их к тяжёлым наркотикам. Трубят про их зло. Но ведь там совершенно другой эффект, открывающий дверь в другие измерения. Или это тоже игра, матрицы, иллюзия и никакого понимания просветления они не дают? К любым веществам, изменяющим сознание, отношусь отрицательно. Не открывают никакие двери, а лишь нарушают работу проектора, отрисовывающего реальность. В итоге отрисовывают искажённую реальность, не более. Двери надёжно защищены и никакими веществами не взламываются. А веришь ли ты в теорию заговора так, как видят от неё твои слепые соплеменники? Ммм? Но повсюду растали легионы пастухов. Конспирологи и эзотерики, маги и целители, аналитики и политологи. Дмитрий, а как по-вашему, Дэвид Айк это очередной мессия, или в его словах есть доля правды? Доля, или даже многие доли правды, есть у всех без исключения пастухов. Без скреплений правды невозможно спасение стад. Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую правду. Всё для вас! Всё ради вас! Выбирай, кем хочешь быть обманут! Бэр! Как осуществление прямой обязанности пастуха. Пастух должен играть на дудочке что-то приятное для слуха, иначе никто за пастухом не пойдёт. Другой вопрос. Куда направляется собранное внимание? В данном случае, в пустоту. Пока люди носятся с вопросом, какой из рептилоидов хуже, и сматриваются в то, чего нет. Вот уже и свежие намордники подоспели. А сейчас уже и волшебные укольчики. Как по-вашему? Если все религии, конспирологи и эзотерики – это часть одного большого обмана, то где же истина? Мне вот, например, Дэвид Айк шарлатаном не кажется. И, кстати, он, как и в фильме, говорит, что Бог есть любовь. Мне тоже Айк не кажется шарлатаном. Даже больше. Кажется вполне искренним человеком. А вот те, кто подбрасывает Айком, а через них и вам, инсайды – совершенно другое дело. Автор не первый и не последний. Сеть, наполненная информацией. Мы знаем всё, что есть заговор, что силы зла мешают исполнению замысла, что ложь везде, что идеологии и религии есть ловушки, которые уводят нас с пути. Чуть ли не поименно знаем всех, кто участвует в этом заговоре – Ротшильды и так далее. Нам только никто не может сказать самого главного – в чём суть замысла и что делать каждому из нас. А если мы каждый будем блуждать и искать свою индивидуальную истину, всё вокруг рассыплется, мы не дойдём. И самое главное – раз автор и другие авторы не говорят нам, в чём замысел, значит их информация тоже может быть частью лжи, что ужасно. Или они сами не знают, в чём замысел. А может быть и никто не знает. Начать нужно с того, что вам кажется, будто знаете всё. На деле может быть, что вообще ничего. И не узнаете, пока будете переваривать сеть, наполненную информацией о Ротшильдах, и ждать нового пастуха. Что толку от знаний, если нам не говорят главного? Что делать, чтобы изменить ситуацию? И в какую сторону её менять? Похоже, вам в рупор надо кричать, а не шёпотом. И то не факт, что услышите. Фильм и музыка – это здорово. Нас много ищущих одноумцев, не похожих на остальных. Нужна группа или объединение для поддержки, подсказки и наставления, для того, чтобы разобраться во всём. Это ничего общего с Эгрегором. Нужна. Однако имеется большое количество подводных камней. Группа, созданная с хорошими намерениями, может очень быстро превратиться в нечто вроде Секты. Вероятность такого исхода при текущем положении вещей велика. И хорошие намерения погаснут, не разгоревшись. Этого допустить никак нельзя. Для того, чтобы не нарваться на этот риф, должен произойти ряд изменений. Мы здесь потому, что наказаны? Или это был выбор души каждого? Зачем мы здесь? Кто игроки? Вопрос из главных. Рассказы о наказании и идущие следом вина и страх. Это фундамент лжи. Один из критериев определения лжи, если какое-либо учение говорит о наказании, сразу в мусор. А так как говорят все, то и все в мусор. На самом деле нет. И не может быть никакого наказания. Любое вероучение сначала окунает в вину, затем говорит о последующей расплате и наказании, вызывая страх. Виноватыми и страшащимися очень просто манипулировать. Насчет выбора более широкий вопрос. Если кратко, то каждый, кто находится здесь, находится абсолютно добровольно. Но одни сами придумывают свою роль, другие выбирают из предложенных, третьи выполняют то, что дают. То есть у первых свобода выбора, у вторых некий диапазон, у третьих нет выбора. И третьи не наказаны? А разве играть роль без выбора не наказание? Давайте упростим и переведем в бытовое. Представьте, что в мире существует один театр, и других нет. Некий человек хочет быть актером, играть в театре, приходит, ему говорят, главную роль исполняет вон тот опытнейший актер. Да так, что импровизирует на ходу. Вторые роли у актеров со стажем. А у вас нет опыта. Мы можем приложить вам роль дерева. Просто стоять на сцене и изображать березу. Где же тут наказание? Никто не заставляет. Человек сам хочет, а опыта действительно нет. Изобразить дерево, она смотрится на других. Дальше предложит небольшую роль. Опытнейший актер. Когда-то тоже пришел и изображал камень. Что наша жизнь? Игра! Знает ли игрок до начала игры, каков будет для него конец? Тут тоже разные варианты. Можно знать весь сценарий, а можно только в общих чертах. Так интересней. И при любом из вариантов память будет отключена. Так что все равно будет интересно. Вы сравнивали жизнь с театром, а также сказали, что мы здесь добровольно. Тогда сразу напрашивается несколько вопросов. Почему, будучи уже актером на сцене, нельзя покинуть сцену так же добровольно, не прибегая к насилию над собственным персонажем? И что нас ждет вне этого театра? Кто мы там? И как там вообще? Что ж это за театр будет, если актер вышел на сцену и сразу же «А, не, передумал»? Есть ли смысл в дальнейшей борьбе с системой, с хозяевами? Или есть смысл расслабиться и получать опыт, находясь в этой матрице, в этих аватарах? Все ведь уже предрешено. Если от нас действительно что-то зависит, то что делать? Нет смысла в борьбе. Вместо одной отрубленной головы у дракона сразу же вырастает другая. Есть смысл перестать отдавать системе самое ценное, свое внимание. Я бы не рекомендовал произносить вслух такие вещи. Это очень нестабильно с твоей стороны. А направлять его на то, как должно быть. То есть строить иную реальность прежде внутри себя. У Достоевского есть что-то вроде «Эх, если бы все только одновременно захотели, сразу бы все изменилось». Примерный пересказ не цитата. Но никто не хочет. Все обсуждают, сколько украл какой-то чиновник. А у того депутата жена тварь такая. А Жириновский сказал, а Навальный ответил, и так до бесконечности. Другого системе и не нужно. Достаточно, что внимание отвлечено и направлено на бестолковое. Происходит выпуск пара, и все остается, как было. Тех, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф, в контроль над плоским пространством. Псевдоборьба за псевдополезные псевдоископаемые. Вопрос о гражданской войне. Что может развести народ по разным баррикадам и когда? Все разводит. На глазах. Уже созданы различные воронки, готовые к делу. Например, отношение к власти. Одни под нодовскими флагами готовы резать пятую колонну, другие настроены резать прихлебатели системы. Последуют громкие фаз и понеслась. Это силы. Игра, в которой отражено все, что происходит в мире на самом деле. Правда, вместо доски противник играет на умах и сердцах по всей планете. Но суть та же. Расстановка шести сил. Красный лев, желтый дракон, зеленый конь, голубая волчица, синий орел и наш фиолетовый медведь. Медведь, волчица, дракон, лев, конь, орел. Это странные их кукловоды или имеется в виду что-то иное? Не странные, силы, наднациональные, надрелигиозные, надидеологические. В одном из разборов фильма голубая волчица была расшифрована как Ватикан. Но мне почему-то кажется, что это Израиль, а если нет, то где же тогда он? Из первонародного интервью сделала вывод, что я была права. Хотелось бы уточнить этот момент у автора. Голубая волчица это Ватикан. За последней партией медведь растерял все, что можно. За стол садить некого, не то что сражаться. Кругом одни менеджеры до аналитики. Ваше мнение по поводу сегодняшней ситуации в мире и деления на масочных и безмасочных, а теперь уже уколотых и нет. Эта воронка разделяя и властвует? Одна из сил имеет собственный план развития сценария. План публичен существует в формате книги. Сила делает все возможное и невозможное для максимально точного выполнения этого плана. На повестке дня организация войны планетарного масштаба. Однако для силы и инициатора такая война сопровождается большим количеством рисков. Первый из которых потеря контроля над течением войны, потеря управления ходом событий, множество факторов, которые нельзя учесть, но которые неизбежно сыграют. Поэтому тупик. Сила всячески сопротивляется указанному в собственном плане. Оттягивает, спрыгивает. В итоге решается на запуск одного из резервных ходов. Выполнить планы достичь цели, минуя организацию масштабной войны. И этот ход всем известная болезнь. Скажите, это план Далеса? Нет, план Далеса это всего лишь подброшенный раздражитель. Почему вы ассоциируете Белоруссию с животом, как сказали об этом в народном интервью? Потому что эта часть кормит остальной организм. Неужели вы расскажете правду людям, а никто и не поверит? Скорее всего, так и будет, не поверят. Но ничего страшного, главное в другом. Не надо никого убеждать, уговаривать. Делаем свое дело. Остальное устроит канцелярия. Покажем образец. Как вообще все может быть? Запустим символы и все само сдвинется. Рычаг. Момент силы. А где тут рычаг? Он в самом главном инструменте, имеющемся у русского человека. Его можно назвать как парадоксальность, непредсказуемость. Дмитрий, можете посоветовать общедоступные прямолинейные источники, информации, способствующие развитию индивида. Если нет, то почему? Не могу. Их нет и быть не может. Любые прямые сведения о том, как оно на самом деле, тяжелое преступление. Допустима лишь передача через образы, намеки, подсказки. Все учения, культы, рассказы говорящих голов, либо намеренная ложь, либо наивное заблуждение, либо откровенная глупость. Суть в том, что человек должен сам добыть, открыть, изобрести, через тернии пробраться к звездам, а не просто открыв посылки. Только найденное и обретенное самостоятельно имеет значение и ценность. фильм, фильм, уникальный, смысловой, но после него на душе муторно как-то. Так и должно быть, если она есть. Интересно, захватывает, но запах идет от фильма чудовищный, может, кто знает, чем закрыться? Может, и вы нам подскажете, где брать мониторы с запахом, как у вас. А вообще, фильм зеркало. Если для вас запах чудовищный, то лучше не на фильм пенять. Как долго ждать подхода основных сил? Мы и есть основные силы. Главное осознать, на чьей ты стороне и понять, кто свои, а кто извне. Ребят, а фильм-то про что? Про партизан. Пощады не жди и подмоги не будет. Родина, может быть, тебя срезаться во тьму точеной монетой. У нас есть приказ дожить до рассвета. Фух, я думаю, получилось наконец-то. Жатва началась. Время последнего наступления. И пока вы с пеной у рта сражаетесь друг с другом, настоящий заговор остается в тени и работает без всяких теорий, как часы. Тик-так, тик-так. Ты получил шишку на лоб и опыт за плечи. Шишка пройдет, а опыт останется. Задача наставника не рассказать, как избежать беды, а наставить на ее преодоление. тик-так, тик-так. Тик-так,